В эфире телекомпании Круг Новости с обзором наиболее интересных событий к этому часу журналисты, информационной службы и я Татьяна Захарян. Здравствуйте! Сегодня в выпуске вы увидите. После неудачной попытки подъема танкер Дельфи изменил положение и снова загрязняет море нефтепродуктами. Новая скандальная стройка пространства на Шмидта может начаться уже в ближайшее время. Сессия городского совета дала разрешение. Мансарда на Одесском полуциркульном здании за дюком признана законной. Суд не увидел доказательств, что памятник архитектуры является памятником. Состоялась презентация международного фестиваля одесской песни «За всю Одессу». Неудачная попытка эвакуации затонувшего у пляжа дельфин танкера Дельфи только ухудшила экологическую ситуацию. Поврежденное судно изменило положение и снова загрязняет море нефтепродуктами. 18 июля при попытке повернуть судно и поставить в прямое положение использовали два маломощных буксира и непрочный трос. При полной нагрузке он лопнул, а танкер лишь немного изменил положение, поднявшись примерно на полметра. На месте побывал председатель общественной организации «Зеленый лист» Владислав Болинский. Как выяснилось, подъему судна мешает подводная скала, обойти которую будет сложно. Боновые заграждения повреждены и не выполняют свои функции, а контроля за их состоянием нет. Нефтепродукты продолжают растекаться по воде. При его поднятии частично излилось все содержимое, в том числе через свищи, которые я уже говорил. И вот именно поэтому здесь пленка находится. Боны не являются эффективным препятствием для пленки. Сейчас я вам покажу почему. Вот, к примеру, здесь вы видите, боны имеют свободный проход, то есть вода свободно проходит и выходит. Когда эвакуация судна не удалась, администрация морских портов Украины в соответствии с законодательством дала указание капитану Одесского порта, не продлевая частым компаниям разрешения на работу. Проводить операцию за счет собственника будут государственные специалисты. Новый строительный конфликт назревает в центре Одессы. Городской совет дал разрешение на возведение многоквартирного дома пространства на Шмидта. Местные жители считают проект опасным. Помещения на углу улиц Малой Арнаутской и лейтенанта Шмидта, где сейчас располагается стриптиз-клуб, собираются перестроить шестиэтажное здание на 19 квартир с заведением общественного питания и одним подземным этажом. Получено разрешение городского управления архитектурно-строительной инспекцией на производство работ. Они еще не начались, а квартиры уже продают. По соседству с будущей стройплощадкой два памятника архитектуры – жилой дом и здание еврейского общинного центра Мигдаль, где проводятся национальные и другие культурные мероприятия. Местные жители опасаются за сохранность своих домов как во время строительства, так и после, когда бетонное здание значительно увеличит давление на грунт. Мы опасаемся того, что может произойти какое-то разрушение. Уже заказано техозаключение дома, сейчас производится это в институте и ждем заключения. После этого мы выдаем список, каких работ нужно сделать, чтобы предостеречь разрушение или деформации дома. Вопрос о разрешении на разработку проекта землеустройства на 5,5 сотках, а в действительности об утверждении проекта строительства, рассмотрела сессия городского совета 22 июля. Поступило предложение снять его с голосования. Там рядом находятся памятники архитектуры в очень неудовлетворительном состоянии. Более того, выданные градусловия ограничения нашим управлением архитектуры абсолютно четко указывают на том, что до начала строительства собственно заявитель-застройщик должен сделать экспертизу ближайших домов, в каком они состоянии произвести все укрепительные работы и только потом приступить к реализации проекта. На сегодняшний день областное управление памятников архитектуры не дало никакого заключения застройщику. Геннадий Леонидович, вот эта бандура бетонная стоит впритык центру еврейской культуры Мигдаль. Вот вы видите. И есть опасность обрушения. Я прошу вас не допустить застройки данного объекта, как говорила коллега, до получения нужных экспертиз. Потому что это может повлечь к определенному горе, потому что в этом центре находятся в основном дети. Предложение об исключении вопроса поддержали 9 депутатов. Два были против, один воздержался. 39 не голосовали. Следовательно, подавляющее большинство депутатов Одесского городского совета мертвые души. Зачем тогда вообще они там сидят? Выразить свое отношение к таким народным избранникам одесситы смогут уже в октябре. А сейчас верное мэру большинство разрешило отдать участок застройщику. Те же 39 депутатов проголосовали за. Если нужно бизнесу, городская власть готова сделать все. Интересы одесситов, но неживущих и будущих в расчет не принимаются. Пятый апелляционный административный суд признал законным строительные работы на полуциркульном здании на Приморском бульваре, где под видом реконструкции крыши надстроили дополнительный этаж. Суд не увидел доказательств, что памятник архитектуры является памятником. Приблизительно год назад Одесский ГАСК отменил декларацию о начале выполнения строительных работ в полуциркульном доме, после чего было начато уголовное производство по факту разрушения памятника архитектуры национального значения. Для того, чтобы проводить незаконные строительные работы, владелец использовал старую декларацию о начале таких работ. ООО «Гранд-отель» задекларировал, что объект относится ко второй категории сложности, в то время как это здание относится к высшей категории сложности, пятой, обязывающей кроме подачи декларации получить разрешение на выполнение работ, написал глава ГАСКа Александр Авдеев на своей странице в Facebook. В феврале в рамках уголовного производства прокуратура пыталась наложить арест на здание, однако это им не удалось. И вот в августе мы пришли к тому, что надстройка на крыше полуциркульного здания признана законной. Самая ценная мотивация решения суда. Суд не увидел доказательств, что памятник архитектуры является памятником. Мол, сам по себе факт наличия в доме, который является объектом строительства, статуса памятника архитектуры национального значения, не относит такой объект к пятой категории сложности. Памятник не памятник, когда суд на стороне застройщика полуциркульного дома, написал Александр Авдеев. 23 июля состоялась презентация международного фестиваля «Одесской песни за всю Одессу». По словам организаторов фестиваля, это событие, которое ставит перед собой цель встряхнуть одесскую культуру и напомнить современной Одессе о прекрасном и уникальном жанре «Одесская городская песня». Первый международный фестиваль «Одесской песни за всю Одессу» пройдет с 13 по 15 августа. Про Одессу написаны сотни прекрасных песен, и многие из них уже неотъемлемы от города и его истории. Организаторы фестиваля не хотят, чтобы песни превращались в музейные экспонаты, а были живы. Одесса – уникальный город. Это единственный город у меня на земле, который имеет свой колорит, свою историю, свою культуру, свой язык, свою кухню и свою песню. Я, как одессит в пятом поколении, знаете, очень переживаю, потому что Одесса во мне, она течет во мне. И в силу обстоятельств культура города, язык города и колорит города, он распоряется. А почему бы не сделать фестиваль и не передать эту песню нашим детям, новому поколению, скажем так, наших детей. Я имею в виду детей 20+. На фестивале выступят артисты не только из Одессы. Как сказал организатор, не нужно быть одесситом по рождению, можно быть одесситом в душе. Более подробно рассказал руководитель оргкомитета фестиваля Игорь Корж. Фестиваль на самом деле называется международный, и это не просто так, и какие-то громкие красивые слова. У нас есть и заявки, и желания от представителей из США, из Израиля, из Европы. Пандемия, сложности с перелетами, вносит свои коллективы, но у нас есть точное подтверждение от артистов. Не нужно быть одесситом по рождению, можно быть одесситом в душе, чтобы выступить на этом фестивале. Знаете, кто известный песня, да? Мне говорят, что я живу в Одессе. Нет, это она во мне живет. В одесских городских песнях весть уникальный дух и колорит Южной Пальмиры. Их знают и поют в разных уголках мира. Одесские песни – это главная достопримечательность города. Их нужно знать, слушать и петь, чтобы вести про Одессу расходились по всему земному шару. Хвастать не буду, хвастаю. Но мне кажется, что идея фестиваля много лет назад обсуждалась мной с Александром Шаргородским, который является главным человеком, хозяином, можно так сказать, наверное, фестиваля, идейным вдохновителем. И поэтому, наверное, меня пригласили еще и как артиста, специальным гостем на фестиваль. И еще, наверное, потому что я не коренной одессит, по-бабушке одессит, но у меня достаточно много песен, которые я написал о Одессе. И многие в мире считают, что я одессит. Ну, это фестиваль есть три дня, и гала-концерт, который будет 15 августа. Моя команда «Деньги вперед», и я буду хедлайнером, верно. Насколько я знаю, в прошлом году фестиваль назывался по-другому, и проходит он теперь с новым названием «За всю Одессу». Я очень надеюсь, честно, что в Одессе появится фестиваль, который будет на качественном уровне представлять тех артистов, которые заинтересуют публику. И публике захочется на них ходить каждый год. В этом основа успеха фестиваля. Организаторы приглашают всех на первый международный фестиваль одесской песни «За всю Одессу», который пройдет с 13 по 15 августа в Летнем театре «Морвокзал». Карантинный режим и кардинальное изменение образа жизни у многих людей стали приводить к депрессивным и подавленным состояниям. Психотерапевты советуют побольше бывать на свежем воздухе, заряжаться положительными эмоциями и заниматься творчеством. Ситуация с карантином сказалась не в малой степени на психическом состоянии многих людей. Быстрое разрушение привычного мира, устоев образа жизни оказало негативное влияние. И даже в случае внешнего спокойствия изменения на глубинном, или, как принято говорить, подкорковом уровне, зачастую приводят к серьезным последствиям. Недаром говорят, что все болезни от стресса, а сам стресс, в свою очередь, ничто иное, как на физиологическом уровне спазм. Как рассказывает доктор психологии, член Европейской ассоциации экологов и психотерапевтов, директор Центра семейной психокоррекции и психотерапии Таламус Светлана Григорьева, закрытые и замкнутые люди не в состоянии справляться с возникшей ситуацией или даже обычными бытовыми вопросами. Но выбор в помощи есть всегда. Во-первых, необходимо обратиться к психотерапевту, а во-вторых, суметь увидеть красоту окружающего мира, а главное, своего собственного. Кто знает, какими внутренними талантами обладает тот или иной человек. Насытить свой мозг. Мозг работает через вот эти вот сенсорные каналы, получая информацию через Таламус, кругу головного мозга. И еще, когда мы очень внимательно, очень тонко и чувствующе взаимодействуем с окружающим миром, мы и чувствуем свой собственный стиль мышления, мы больше акцентируемся на самом себе и помогаем найти самого себя. Вот самая основная проблема – это то, что, возможно, в какие-то адаптационные периоды человеку удалось найти себя в какой-то области, которая, ну так, 50 на 50, подходит, не подходит, но период кризиса поднял противоречия, и очень важно услышать себя. Сама Светлана Григорьева, уже будучи успешным практиком, защитив докторскую в области взаимосвязи поколений, пять лет назад принялась за живопись, почувствовав, насколько хрупок и прекрасен мир природы. Цветы, солнечные блики, морские рассветы и закаты, капли росы и брызги бриза сами собой стали превращаться в искусные акварели, где даже бутоны иногда представляют портретную схожесть с людьми. Совершенно от себя, без каких-то уроков живописи, это просто была необходимость почувствовать себя в связи с природом. Когда рисуешь, больше находишься в этом мгновении настоящего, потому что надо словить тень, свет, свет падающий, там, тень падающую, свет отраженный, и ты просто проникаешь в этот миг секунды, в которой находишься. Вот все говорят, ощути себя в реальности, в настоящем, и тогда будет лучше. Вот именно рисование дает возможности проникнуть в настоящее и удержаться в этом мгновении этого настоящего, перенося его на лист бумаги. Именно арт-терапия, по словам Светланы Григорьевы, помогает выровнять свое психоэмоциональное состояние, избежать депрессии, замкнутости, ухода в себя. Искусство и движение, скажем, обычная прогулка – главные способы коррекции психоэмоционального состояния. А стало быть, улучшение здоровья, глобально значимой составляющей нормальной жизни человека. Бал белых цапель. Так романтично назвали орнитологи тузловских лиманов, завораживающее зрелище на мелководье, куда слетелись сотни белых цапель. Видео охоты птиц на мелкую рыбу, записанное на автоматическую камеру наблюдения, выложил на своей странице в фейсбук известный одесский эколог Иван Русев. Сотни белых цапель слетелись на мелководье и активно охотятся. Они целый день охотятся в пределах национального природного парка «Тузловские лиманы». Только наступил рассвет, а малые белые цапли уже на мелководьях активно ищут пищу. Ее поймать нелегко, но очень необходимо, поскольку птенцы уже взрослые и ждут с нетерпением в гнездах родителей с кормом. Многие птенцы уже вылетели из гнезд и учатся вместе с врослыми добывать себе пищу. Теп продолжается целый день до темна. Скоро пора миграции и нужно набрать достаточно запасов жира, чтобы долететь до Африки. Следующее такого невероятного балла цапель просто завораживает, рассказывает Иван Русев. Такая активность птиц вполне объяснима. В самый разгар лета цапли готовятся к предстоящим осенним перелетам в далекую Африку, а для преодоления тысяч километров пути нужно много сил. Поэтому бал белых цапель в Тузловской Амазонии только начинается. Наш выпуск новостей подошел к концу. Далее информация синоптиков о погоде. Напоминаю, что новости телекомпании Круг всегда доступны онлайн по адресу круг.com.ua. Если вы стали свидетелями резонансных событий, информируйте наших журналистов. Обо всем важном и интересном сообщайте в редакцию по номеру телефона 34 00 76. Хороших вам новостей, отличного настроения. Берегите себя и своих близких. Увидимся. По прогнозу гидрометцентра Черного и Азовского морей 24 июля в Одессе переменная облачность. Ветер юго-восточный 4,10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20-21 тепла, днем 23-25 градусов тепла. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова